всем привет меня зовут саида и вы на моем канале мы начинаем снимать очередной влог сегодня суббота суббота адракта у нас где-то там все спряталось все покажу что я занимаюсь тут у меня вот горчичка я горчичка из горчичного порошка вот такой у меня горчичный порошок покупаю тут в русском магазине украинский как порошок и я делаю уже выдела несколько лет как только закончится одна баночка сразу делаю дальше новую знаешь как я делал 25 грамм порошка горчичного наливаются до кипяток так что было жидкое то есть мы любим жидкую картицу наливайте кипяток столько горячего достойку с какой консистенцию хотите получить размешиваю оставляю на 10-15 минут далее туда добавляю одну чайную ложку сахара одну чайную ложку для растительного масла в данном случае у меня оливковое пол чайной ложки соли и с лимонный сок или уксус пол чайной ложки не одну чайную ложку уксуса уксуса или лимоновый сок я смотрю по ситуации что если есть лимон то лимон конечно же используя также я его иногда делаю так что оставляю вот как есть основного этот рецепт замешиваю и кладу в такие баночки небольшие и холодильник сразу потом на следующий день она будет уже готова то есть его кушать сразу не получится а еще туда сыплю горчичные семена раньше так не делала но сейчас последнее время пакет был пакет горчичных семян белая горчица и я его туда насыпаю вот видите вот эти точки такие кружочки это горчичная семенька там и добавляю туда мед в этот раз я добавила полную чайную ложку с горкой жидкого меда качественного хорошего добавляйте можно добавить пиво можно добавить перец можно давать любые пряности которые вы любите но я использую только мед или пиво в этом сегодня будет только лишь я сделал тут большой количество тут 50 грамм пашка на двойная порция почему потому что я делаю как для нас баночку наполню небольшую неполную а также две баночки наполниваем всегда когда темный день рождения нашего девяря моего девяря до брата моего мужа или еще мы позву позвали сегодня в этот раз на день рождения его друга всегда в баночку делают эту горчицу они тут чехии совсем другая горчица она не слишком сильный так и нравится то что я делаю очень им нравится что еще чем я сейчас он занимаюсь муж собирает у нас смородину собрал сейчас вот это вот это количество и мы будем из нее делать с красной смородины будем делать лимонад если вы помните в предыдущих влогах я показываю как мы делали лимонад из бузины из цветов бузины в этот раз мы будем делать этот же лимонад подобный только из красной смородины у нас уродилось очень много красной смородинки получше как на зло все какие-то странные веточки ну что ж такое вот допустим сережки хоть меня есть сережки наподобие как будто красная смородина комплекция есть такой вот это так что я приготовила для того чтобы сделать лимонад вот у меня кипяток я в чайнике нагрела воду 1 600 литр 600 и килограмм сахара туда насыпала в горячей воде его растворил этот сахар сейчас подошу пока остынет не совсем но слегка теплый когда будет туда положу одну чайную ложку сухих дрожжей из этой смородины что я буду делать значит я ее сейчас почищу помою почищу от этих вот веточек на сцеплю в блендер размешаю в блендере такую массу получим да и смешаем вместе с этим сахарным сиропом которому приготовили вода с сахаром и с дрожжами налью это в большой бидон или как это называют бутыль 5 литровую налью цвет такой вот 5 литровый бутыль налью вначале эту воду туда налью вот эту смородиновый как сказать эту массу смородиного и все и мы оставим ее на несколько дней чтобы она там бродила это быть такой лимонад с пузырьками слегка соседа принцип алкоголь не слишком сильный как процент и все и мы сейчас должны еще поехать к свекру потому что он там двух кроликов уже убил почистил с шкуру снял и мы сейчас заберем эти два кролика привет мешок мне нету наш кот мешок от него бежал так продолжаю возиться на кухне серьезная целая часть здесь уже но с утра вообще-то вот у меня смородина 1750 миллилитров смородины оказалось когда я ваша такая отмерка размиксовала видите какая кислятина очень кисло это без сахара потому что сахар вот вот здесь в воде вы вымола кипятком вот этот нашу бутыль это для для вина в основном дата для таких лимонадов вот что сейчас я буду делать я жду когда остынет вода сахара чтобы туда уже налить все это дело замешать закрыть избавиться муж собрал малину это наша малина каждые два дня вот такая такое небольшое количество вот купила я в нашем магазине вот такое я всегда покупаю этой фирмы доктор от кор качественных у них хорошие бывают вот именно пудинг и все вот эти смеси такие мороженое так далее вот здесь у меня кремл и кремл и кремл и кремл и короче кремл и ванильный на три порции без в без готовки конце-то за три минуты что нужно нужно холодным 300 миллилитров вот у меня тут 300 миллилитров холодного молока и постепенно насыпая вот этот порошок ванильный этот шоколадным сделал нам понравилось замешиваем мису надо размиксовать хорошенько три минуты быть такая масса как желе почти да и наливая в мисочке сверху раскладываем малину все сейчас это сделаю покажу как и сразу можно кушать то есть не надо ничего там готовить варить сразу можно кушать или положить холодильник но его нужно желательно скушать в первый же день после приготовления как бы первый день приготовления так что я делась вот эту вкусняшку десерт у нас такой будет суп у меня уже готов так что вот десерт вот как выглядит вот этот размешанный с молоком это не пудинг это такой крем как бы давить он не двигается но можно его вот эти подвинуть и сверху малинами украсила большинство так то что у нас наше новое чудо уже с водой тут со всеми делами но мы еще хотим долить воды побольше чтобы это место пустой использовать еще литр воды и 600 грамм сахара сейчас размешала горячей ждем когда станет еще чуть-чуть дрожжей не полную чайную ложку положу и будет у нас уже вот весь так сокров слегка не совсем до конца будем вот так вот мы лимонад пить потом через два-три дня если покушать это и мы поедем за кроликами завтра буду кролики распорцовывать морозилку складывать так у меня кое-что для вас интересного этот волосы волна ветер был на волосы расцепались извиняюсь за что я занимаюсь я примеряю свое свое вязаное платье она у меня вот выглядит пока вот так я черный без галтер примеряю но принципе красный без галтер купить не проблема далее что мела тут по низу вот так вот ниточки еще висят как вы видите платье будет такое вот как она сейчас есть коротенькая такое выше колено муж хочет чтобы вышка я не знаю если его это видно вот такое вот сейчас я чтобы я сейчас закрыла здесь и я сейчас буду его стирать потом когда она высохнет я буду убирать кончики внутри все потому что тут у меня четыре с половиной матка четыре с половиной матка пляжи два матка еще остались и половинка там будет как раз на бретельке и я вам набирать буду сейчас но когда она высохнет я буду отсюда перед потом наберу воздушные петли и будет вот так и там сзади опять посмотрите как у них сзади я не знаю как показать а вот как она показать вот видите как она сзади смотрится неплохо вот так вот но она ничего не стирана она еще я его потом разглажу и все такое красный цвет красивый красный цвет уважаю красный цвет любые оттенки вот еще я буду делать знаешь потом я наберу здесь и воздушные петли вот здесь сверху через плечо вот отсюда через руку и сзади тоже петли наберу от изделия то тоже до соединю и у меня будет такой волан испанского типа такой взять как вот платье с воланами вот это сделаю а здесь сделаю бретельки под которую можно будет спрятать бретельки от бюстгальтера вот сегодня я вот так вот с примерочкой к вам вот кролика мы уже привезли сейчас я буду заниматься своим платьем как вам скажите в комментариях какой извиняюсь как вам такое платьишко мне кажется нормально просто белье надо будет конечно подбирать здесь тоже видите как хотя вот оно такое нормальное то смотрится просто бюстгальтер надо будет красный найти и все когда будет готово платье я покажу его потом в своем видео о готовых вязаных изделиях и к нему я хочу связать сумку крючком который сегодня может и начну уже вязать пока платье будет сохнуть заняться то другим изделиями не хочу я хочу уже к этому платье в комплект с каким-то плечевым изделием заниматься не хочу я хочу к этому платье уже связать эту сумочку так сегодня воскресенье смотрите какие наши чайнички пришли нам из турции мы заказали самовар самка тебе привет большой если ты смотришь это видео моя подруга самка сама она посодействовала тому что наш самовар с двумя чайниками приехал в чехию так и побольше поменьше тут у меня платье мое сушится его постирала вчера то что я вязала то есть то есть еще вижу это еще не конец вот она моя платьишко 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 вот так пока у меня сушится вместе со стальным бельем ну как бы стирала его на руках конечно вчера вечером вот это закрыла я его здесь и потом буду набирать перед и спинку а тут вот такие будут над плечами над плечом будет воздушные петли буду набирать и будет такая такой валан давайте пойдем вниз я вам покажу нас пасмурно регулярно идет дождь через каждые 15-20 минут у нас идет дождь так что надо успеть поснимать пока дождает смотрите вот еще капли дождя на цветах смотрите какая красота у нас расцвела я не знаю как это по-русски растение называется уж извините он не пахнет вообще но красивый куст красиво цветет тут будут рододендрон цвей рада дендра цвести будет вчера мы пытались зажечь самовар что у нас не получилось я за 10 лет за 10 лет уже отвыкла вообще чё-то там разжигать самовар эти раз помнить подругой мая мы разжигали у нас на даче самоваром час мы разжигали вот чего нету мам не не видно по русски так пошли покажи где в руске там покажем вам еще раз что у нас каждой неделе что-то прибавляется побольше вот наш крыжовничка красиво красный хочешь хочешь мокрый но ладинку не хочешь а прочь кидаешь вкусно то димаш бурушки потопник они далеко далеко вот там вон у нас черничка наша вкус уже высыхать ты выйдя вылазь пойдем другом месте там еще хотел вам показать но солнце вышло что солнце то что ты делаешь не считаете меня посмотрите мой муж он еще очень-очень давно мечтал чтобы у него был вот такой вот кусок сада где у него будут разные разные травы выдерж там без что-то дорогу там был русский марш и у него вот здесь такой красивый сейчас вот смотрите вот сниму вот это видите вот этот треугольник такой непонятных квадрат вот у него здесь какая красота все в разных травах вот эта трава называется кока-кола у нее запах как будто у кока-колы вот матери до ушка я не знаю по-русски как она цветет красиво здесь очень много пчелок летают как они работают здесь у нас еще орегано положено что обезь на заход здесь цветочки цветут вот эти же разные разные травы и пчелкам здесь такой кайф вообще скажу вам они вообще кайфуют здесь такое ощущение что он сделал это место с травами специально для пчелок смотрите какая красота а вот смотрите на этого красавчика а их тут много крупные шмели красота да вот они тут тусуются все шмели а лучше пойду в сторону а то с одной стороны пчелы а вот бабочка красотка тут еще вообще ничего злой какой так лучше я пойду подальше пока они метод не закусали это они считают что это их царство потому что там все такое пахнущее все к ароматное вот наши фей хуа на дала 3 цветочка нам вот видите там цветочек вот он вот он вот он вот он где мой палец вот он там цветочек и он будет делать плотно и знаю если фейхуа в том позапрошлым году она тоже нас расцвела сделала два-три цветочка и все и плодов уже потом не было просто цветочки были все сейчас посмотрим три цветочка у нас было три плода должно быть фейхуа здесь у нас тоже еще черника она видите уже созревает вот можно попробовать вкусно черника вкусная виска пока еще не вот это не совсем а это уже можно вот этот темно-фиолетовый уже как раз здесь тоже крыжовник будет как бы он был просто плоды почему-то упали но пока еще молодой делился саш указать паприки а лилки я сам указывала в шведном видео муж хочет похвастаться я показывал сешать так стоят но я там смотрите фиолетовые паприки вообще уже большие стали а лилы где там река в якой стране лилок посмотрите эти фиаловые как они фиолетовые паприки огромный стали это я видела темно все я уже то снимала у просто рядом где но да здесь не получится снимать нормально ладно я потом покажу вот он еще а это паприка фиолетовая баклажан то есть тут у нас тоже цукеты подрастают уже смотрите какая большая становится цикета большая становится уже белка я муж а тут наша нектаринка видите она уже в этом году даст напоследок плоды и муж ее будет ликвидировать почему потому что смотрите что с ней происходит она болеет уже все да как бы конец уже ее вот ствол как у нее приходит в негодность про весь стечет потом всякая смола из него вытекает трескается с дерева уже все ей уже когда с капут это как бы нормально вообще-то в саду всегда деревья такие должны то обновляться деревья чего фиаловат но если уж не совсем делать али смотрите здесь у нас выйдете вот эти растения в это растение такие и сколько на нем плодов много я жду выйти посмотрите сколько будет плодов киеве это супер потому что мы любим киву я тут раз делала из киви джем и он был супер и до сих пор у меня много-много банок киевого джема осталось в том году мы собирали его осенью ну очень много я не знаю просто очень много здесь вот такие маленькие папрички острые но и даника эти паприки на и салки идут от одета но очень-очень острые то есть их можно кушать можно но не нужно лучше воздержаться такое потому что потом вообще это а долго там вон собирает в миску собираешь ангрешт а а вот наш код у нас с вами экскурсия по саду не дать чаю пока вроде другого ничего показать вот наш код ну чё мишаку да то что ты кролика ел сегодня ты ел кролика сегодня куда и куда это намылился а это мешали хочешь сказать ты хочешь совершать замещают то что на меня обиделся ты на меня обиделся мишачку он кролика не хотел кушать я кролика разрезала в морозилку клала а он дала ему свежего кролика а он не захотел его кушать не знаю что доел ты не доел вот так у нас есть такая рабочая обстановка и красиво пахнет ой лилия очень классно и это жду когда откроется еще отдавите все уже попадали одна большая вот еще будет открываться цветок все вроде бы пошла я готовить конечно же возьму вас с собой на кухне потом когда буду готовить где ты аделла весаешь посмотрите на нашу красоту я буду делать салатик это все наши помидорки вот сейчас я буду мыть весь и всякие разные оранжевые маленькие черри помидоры красные есть даже как есть покрупнее помидорки и вот такие разные разные есть еще интересненькие вот такие помидорки маленькие человек помою нарежу в салатик так что нарежу наш болгарский фиолетовый перец три штуки я собрал лук покупной пока но уже свекор урожай лука собрал много лука у него потом буду брать колоня закончится мой покупной лук и два огурца это тоже наш урожай с нашего сада муж у меня в этом плане молодец он любит выращивать получается слава богу у него все это дело так что вот это будет салатик здесь у меня здесь у меня спряталась картофельное пюре картофельное пюре просто я его приготовила а чтобы она не остыла до того как приготовиться мясо а тут у меня готовится вот такое вот блюдо под названием шпанелский птачек это чешское блюдо рецепт как его готовить будет об отдельном видео на канале с сегодня вечером уже тот этот влог тоже я загружу почти одновременно с тем видео так что вы такой спорта русский птачек испанский птачек как бы птенец но это название шпанелский но блюдо было придумано в чехии с испании почти там ничего такого общего нет сейчас я их тушу внутри яйцо там ну посмотрите отдельно видео видите какая это вкусняшка вообще я очень люблю но он готовлю кстати впервые вот она подается по-разному сразу чем но мы решили еще к тому салатик сделать потому что все-таки в витаминчики овощи нужны чтобы не слишком было жирно так скажем вот потом покажу как все это и будем закругляться с влог так вот мой ужин смотрите какая красота получилась шпанелский птачек сейчас я специально для вас его разрежу салатик у меня тоже готов смотрите какой красавчик у меня салатик получился яркий и сейчас я разрежу чтобы показать как внутри должно выглядеть вот так вроде же так огурчики он запотела стекла огурчики и яйцо можете конечно здесь у побольше потом классе я вот так положила поменьше огурцов смотря кто как любит я люблю огурчики так хорошо там сварились очень вкусным блюдо так что готовьте с удовольствием на этом и влог закончим с вами на красивые вкусные нотки и будем снимать потом с вами дальше влоги новые влоги всем пока пока